Вот это строительная организация, которая нам оставила проход для шести семей. Если здесь зимой, будет снег, сколько будет? Здесь даже с сумками просто не подняться. Представляете? Вот смотрите, какой маленький проход. Эти люди говорят, что земля вокруг их домов в велитом районе Алматы оккупирована строительной компанией. Пару месяцев назад сюда приехали рабочие и возвели высокие заборы к заборам. Выход в город отрезан. Домохозяйка Сандуга Шалданбаева жалуется чиновникам. У ней в прямом смысле теперь нет иного выхода. Два года назад мы построили себе комнату, а теперь просто элементарно ее помазать глиной, привезти, подвезти какие-то стройматериалы мы не можем, потому что эта организация закрыла заезд и не пропускает к нам ни одну машину. У меня ребенок маленький, 12 лет. Если он температурил, болел, я вызвала скорую помощь, а скорая помощь отказалась, говорит, у вас нет заезда, как к вам подъезжать. А от центральной дороги еще, если даже, допустим, транспорт оставить на Шаймерденово, к нам надо еще идти где-то 100-200 метров. Другие жильцы сегодня прокладывают путь поверх барьеров, через заборы. Вот здесь, вот они загородили, все, непонятно. Вот, посмотрите, как подъезжают, никакой подъездного пути здесь нету. Все загорожены. Вот смотрите, что это такое. Люди сами открывают уже, потому что выходить неоткуда. Некогда на этих пяти гектарах стоял лагерь «Гагаринец». Затем корпуса, напоминающие сегодня бараки, приватизировали бывшие сотрудники. Земли тут несколько раз перепродавались за сотни тысяч долларов. Борьба идет уже за считанные сантиметры. Люди открыто говорят о коррупции. Наши власти занимаются лишь популяризацией себя за границей. Хвалят Казахстан, какой он прекрасный, о своем народе они не думают. Они 20 лет воровали, обогатились, а им все мало. Вот в прошлом году из области для Алматы было выделено 12 тысяч гектаров земли. Они говорят, что земли нет. Все государственные земли распродали частным лицам, фирмам. Теперь вот забрали у людей земли, проезжую часть. За этими ограждениями недостроенный дом Куралбека Акназарова. Чтобы попасть в него сегодня, надо буквально силой прорываться через охрану. Нам, чтобы построить эту времянку, пришлось экономить на всем. На одежде, на еде. Теперь посмотрите, что творят. Они просто отобрали мою землю в апреле и с тех пор не пускают сюда. А пока на территории бывшего детского лагеря вовсю работает бальдозерист. Местные жители говорят, здесь собираются строить элитную высотку. Именно она может стать причиной нового социального протеста. Жизнь жеркерек! Жизнь жеркерек! Жеркересен! Жизнь жеркер! Жизнь жеркер! Жизнь жеркер!